Уважаемые студенты третьего курса, сегодня мы начинаем изучение нового предмета источниковедения. И сегодня мы рассмотрим вопросы первой лекции на тему становления и развития источниковедения как науки. По плану мы сегодня рассмотрим три вопроса. Первый, что такое источниковедение и зачем человеку источниковедения. Второй вопрос, предмет и задачи источниковедения. И, наконец, третий, становление и развитие источниковедения как науки. Таким образом, цель нашего сегодняшнего занятия, нашей первой видео лекции, рассмотреть вот эти три вопроса. Подробнейшим образом. Начнем с того, что такое источниковедение. Источниковедение, по-английски это звучит как source study, по-немецки как куэлле кунде. Это гуманитарная дисциплина, объект которой исторические источники. То есть вся совокупность произведений человека или продуктов культуры, эмпирическая, то есть данная нам посредством органов чувств, реальность исторического мира. А предмет изучение исторического источника как культурного феномена. И на этой основе поиск, извлечение, оценка и использование в науке информации о человеке и обществе в их исторической составляющей. Зачем человеку источниковедение? Выделим две главные составляющие интереса к источниковедению. Общечеловеческую или общекультурную, и собственно научную или профессиональную. В каждой из них можно в свою очередь выделить два уровня. Начнем с общекультурной составляющей. На первом уровне освоения источниковедения вырабатывается умение оценивать информацию. Но гораздо важнее второй уровень. Выработка умения понимать человека другой культуры, обращаясь к созданным им вещам, продуктам его творчества, произведениям и новикультуры, выступающим в системе исторического знания в качестве исторических источников. И профессиональная составляющая. Источниковедение – это основа профессионализма историка-исследователя. На первом уровне историк обязан уметь конструировать исторические факты путем строгой научной процедуры источниковедческого анализа. Для описания более высокого уровня профессионализма прибегнем к словам русского историка-методолога Лапа Данилевского. Итак, цитирую. «Всякий, кто стремится к познанию исторической действительности, почерпает свое знание о ней из источников в широком смысле. Но для того, чтобы установить знание, о каком именно факте он сможет получить с данного источника, он должен понять его. В противном случае он не будет иметь достаточного основания для того, чтобы придать своему представлению о факте объективное значение. Не будучи уверенным в том, что именно он познает из данного источника, он не может быть уверенным и в том, что он не приписывает источнику продукта своей собственной фантазии». С такой точки зрения историк в сущности приступает и к изучению различных видов источников. Он пытается установить, например, остатки какого именно факта или предание о каком именно факте заключается в данном источнике, что и становится возможным лишь при надлежащем его понимании. Переходим ко второму вопросу. Предмет и задачи источниковедения. Объектом изучения истории является прошлое. Субъектом является историк. На помощь историку даются исторические источники, созданные, как правило, авторами древних источников. На основе этих источников историк создает модель, характеризующую определенную эпоху. Мы смотрим на мир прошлого глазами того или иного автора. В источниках жизнь отображается не буквально, а проходя через призму мировосприятия автора, создавшего этот источник. Только что я вам процитировал основной тезис функционального подхода к источнику видения. Есть еще один подход, генетический, разработанный Лапо-Данилевским, согласно которому исторический источник – это все отражающее развитие человеческого общества. Таким образом, исторический источник – это реализованный продукт человеческой психики, пригодный к изучению фактов с историческим значением. Исторический источник – это остаток далекого прошлого. Понятие «исторический источник» утвердилось в XVIII веке, впервые было закреплено в работах российского ученого Миллера в 1749 году. К концу XIX века этот термин становится уже общепотребимым. Таким образом, исторический источник – это не мираж, это остаток человеческой деятельности, который может быть реализован либо в материальной, либо в идеальной форме, например, в форме мемуаров. Историку это позволяет создавать объективную картину исторической действительности. Исторический источник появляется не случайно, создается целенаправленно. Появляется он в определенной деятельности. Таким образом, при создании исторического источника человек удовлетворяет какую-либо потребность. Теперь о различии между источниками и исследованиями. Историк пользуется не только источниками, но и исследованиями. Исследование – это субъективная концепция главного исторического события. Автор источника непосредственно описывает события, а автор исследования опирается на уже существующие источники. Источниковедение – это отрасль исторической науки, объектом изучения которой являются исторические источники. Задачами дисциплины являются выявление источников, их систематизация и анализ, а также разработка методик, теории изучения источников. Сам термин, по одним данным, появился в 1861 году в работе российского историка Петрова. Этот термин был буквальным переводом немецкого термина. По другим данным, в российской исторической науки термин источниковедения, заимствованный, опять же, из немецкой историографии, впервые потребил Арест Арестович Куник в 1841 году. Таким образом, источниковедение относится к числу исторических дисциплин, разрабатывающих теорию и методику изучения и использования исторических источников. Источниковедение занимается выявлением, классификацией источников, установлением места и времени возникновения источника, его авторства, изучением его достоверности и полноты, разработкой методов анализа источников. К историческим источникам, напомним, относится все то, что связано с историей природы человеческого общества. В исторической науке, изучающей историю человеческого общества, Под источником понимают памятники прошлого, свидетельствующие именно об истории человеческого общества. То есть такие источники, которые непосредственно связаны с деятельностью человека. О структуре источниковедения выделяют несколько разделов. Известный исследователь Варшавчик выделяет два крупных раздела. Первый это теоретическое источниковедение, которое включает в себя общую теорию источниковедения и отдельных разделов исторической науки. И второй раздел источниковедческая практика, включает в себя аналитико-синтетические работы и прикладное источниковедение, которое просматривается в работах историков. Современные науковеды рассматривают источниковедение как общую гуманитарную дисциплину, знание которой необходимо не только историкам, но и политологам, социологам, всем тем, кто работает с первоисточниками. Появляются разделы новые, источниковедение философии, например, и другие. Источниковедение берет на вооружение данные политологов, религоведов, демографов и т.д. Таким образом происходит синтез различных гуманитарных дисциплин. А теперь перейдем к вопросу установления и развития источниковедения как науки. Научное историческое источниковедение возникло в связи с установлением научного исторического знания в Европе в новое время, в рамках европейского рационализма. Преследуя цели обеспечения достоверности исторических фактов, как это требовалось от исторической науки того времени, историки не могли обойтись без критического анализа исторических источников. Как писал лорд Боллингброк в письмах об изучении и пользе истории, это его труд 1752 года, Критика отделяет руду от породы и извлекает из различных авторов всю историческую правду, которая лишь частично могла быть найдена у каждого из них в отдельности. Критика убеждает нас в своей правоте, когда она основывается на здравом смысле и излагается беспристрастно. Подчеркнем, что в XVIII веке критика исторических источников осуществлялась исключительно на основе здравого смысла историка. В российской исторической науке интерес к историческим источникам, их классификации, оценке достоверности проявляется в исторических трудах середины второй половины XVIII века. К примеру, Василий Никитич Татищев в истории российской самой древнейших времен провел систематизацию использованных исторических источников. Уже упомянувшись Миллер в труде «История Сибири», Михаил Щербатов в работе «История российских древнейших времен» практически поставили проблему различения исторических источников и исторических исследований, критического отношения к достоверности сведений, содержащихся в исторических источниках. Наибольший же вклад в формирование методов изучения исторических источников внес Шлёцер в работе «Опыт изучения русской летописи», опубликованный в 1768 году, он ввел обобщающее понятие «Источники русской истории», а также сформулировал принципы и развернул программу изучения древнейшей нестровой летописи. Шлёцер последовательно отказался от использования летописных сведений без предварительного анализа достоверности, но критериям достоверности вполне в духе XVIII века вновь служил лишь здравый смысл историка. Источник видения как неотъемлемая составляющая исторического метода оформляется в 1830-40-х годах в Германии. Большое значение в этом процессе имеет профессионализация исторической науки. В 1810 году открылся Берлинский университет, в котором история позиционировалась как строгая академическая дисциплина. Ведущая роль в постановке преподавания истории в Берлинском университете принадлежала филологу-историку Древней Греции Августу Бёку, а также историку Древнего Рима Бартольду Георгу Нибуру. А с их именами связано утверждение научного метода изучения источников, известного как метод филологической критики. Известнейший историк XX века Коллингвуд в своей книге «Идеи истории» так описывал этот метод. Историки начала середины XIX столетия разработали метод изучения источников, метод филологической критики. Он в сущности включал в себя две операции. Во-первых, анализ источников, которые все еще оставались литературными или повествовательными, разложение их на основные части, выявление в них более ранних и более поздних элементов, позволяющие историку различать более-менее достоверные в них, и во-вторых, имманентная критика даже наиболее достоверных их частей, показывающая, как точка зрения автора повлияла на его изложение фактов, что позволяло историку учесть возникшие при этом искажения. Наибольшее воздействие на утверждение метода филологической критики оказал профессор Берлинского университета Леопольд фон Ранке. Последовательная разработка методов критического исследования исторических источников в российской историографии связана с так называемой скептической школой, к которой относились историки Кочановский, Арцебашев, Строев. В основном это 1810-30-е годы. Скептическая школа отталкивалась от источниковических приемов, разработанных Шлёцером, и испытала влияние критического подхода Нибура. В России в XIX веке главным образом археографической комиссии, созданной в 1834 году, был осуществлен ряд фундаментальных публикаций исторических источников. Например, акты исторические, собранные изданы археографической комиссией, и было начато издание полного собрания русских летописей в 1846 году. Развитие практики публикации исторических источников, необходимость обобщения и универсализации накопленного фактического материала вспомогательных исторических дисциплин, обобщение опыта конкретных источниковических изысканий с необходимостью привели к выделению источниковедения в самостоятельную предметную область. Итак, именно в XIX веке происходит окончательное становление источниковедения, происходит осмысление источниковедческих процессов, формируется терминологический аппарат, вырабатываются методики источниковедческого анализа. Источниковедение начинает преподаваться в университетах. Ну и подводя итог лекции, источниковедение вырастало из практической потребности установления подлинности и достоверности документов. Научное историческое источниковедение прошло сложный путь в становлении и развитии в качестве дисциплины исторической науки. На каждом из стапов данного пути прирастали функции источниковедения, усложнялись его задачи и, главное, менялись статус и место источниковедения в системе научного исторического знания. В течение XX века источниковедение лишь укрепилось в статусе самостоятельной исторической научной дисциплины. Ну и теперь литература по теме. Она есть в конце соответствующего раздела лекционного текста в вашем силабусе. С силабусом мы более подробно познакомимся в ходе предстоящей нам понедельник видеоконференции. И тем менее я назову основные работы. Это работы Голикова, методика работы с историческими источниками. Это учебник источниковедения Данилевского. Это работа Турижановой, коллеги наши из Кастаная. Работа Потемкиной, теория и методология истории. И ряд других работ, о которых, я еще раз говорю, есть информация в силабусе. Ну и теперь вопросы для закрепления. Что является объектом и предметом изучения источниковедения? Первый вопрос. Второй вопрос. Для чего нам необходима эта научная дисциплина? Третий, когда источниковедения становятся самостоятельной научной дисциплиной? Кто является автором понятия «исторический источник» и с чьими именами связаны утверждения научного метода изучения источника метода филологической критики? Благодарю за внимание.